Немного фактуры еще дадим вам. Павел Чиков уже сделал определенную аналитику по этой теме. И он пишет, что Путин стал ровно шестым главой государства, объединенным в рамках международного уголовного преследования. Покажите нам Владимира Путина еще раз преступника. По оценке Александра Макашенца и Дмитрия Низовцева, международный преступник Расгага, не сильно торопятся. И вот да, действительно Путин стал шестым. До этого сплошь были почти всегда африканцы, кроме одного исключения. Президент Код Дивуара Лоран Гбагбо. Первый в истории вообще человек, который пристал перед Международным уголовным судом. Ему были предъявлены обвинения в преступлении против человечности, совершенное в ходе вооруженного конфликта. Но он был оправдан. Будущий президент Кении Ухуру Кениатый обвинялся Международным уголовным судом в совершении преступлений против человечности во время политического кризиса в Кении. В 7-8-м годах, но в декабре 2014 года обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств. Я обращаю ваше мнение, как Гага очень плотно смотрит за тем, чтобы были доказательства. Президент Судана Амар Аль-Башир находится по страже своей страны с 2019 года и ожидает выдачи в Гагу. Международный уголовный суд выдал орден на арест Амара Аль-Башира. Но про это мы уже говорили в нашем эфире. Ему предъявлены обвинения в организации проведения геноцида трех этнических групп в составе населения Дарфура. Ну и первым осужденным главой государства стал президент Либерии Чарльз Тейлор. Его судил специальный суд по Сьерра-Леоне и он признал его виновным в пособничестве и по стрекастике к военным преступлениям и в соучастии в преступлениях против человечности. 30 мая 2012 года этот самый Тейлор был приговорен к 50 годам тюремного заключения, признанный виновным по всем 11 пунктам обвинения. Ну и Слободан Милошевич, хотелось бы всех поименно назвать, умер в тюрьме в ООН в Гаге, не дождавшись приговора. Судил его предшественник этого самого уголовного суда, трибунал по бывшей Югославии. Очень интересно также, Павел Чиков в своем интервью говорил про вот эти самые международные суды и говорил какие там были последствия и насколько возможно судить. Ну и отдельно хочется заметить, Путин безумно боится расправы и Лукашенко тоже всегда и политологи это замечают, не знаю, и нормальные политологи, и конспирологи, и осевший между ними я, что в глазах Путина всегда есть немой ужас, что он повторит судьбу Муаммара Каддафи. Конец Муаммара Каддафи, его смерть была страшной, его казнили его оппоненты самым жутким образом, он визжал просто в ужасе, и конечно Путин и Лукашенко скорее в крови хотят свою страну утопить, нежели быть выданным какой-нибудь международному органу. Так вот, в июне 2011 года был выдан разрешение на арест Каддафи, а к октябрю граждане Ливии уже убили этого самого Каддафи Муаммара, главу тогда Ливии. Так что на Владимира Путина тоже ордер на арест выдан, но время пошло, будем надеяться, что через 4 месяца, а может и раньше, его действительно укокошат. Ну это действительно так и есть, что именно история с Каддафи очень сильно впечатлила Владимира Путина, вроде как именно эта история в итоге спровоцировала его на то, чтобы вот этот вот тандем с Медведевым обменять на то, что он собственно пошел вместо Медведева дальше на фактически третий срок получается. Я уже запутался в сроках Путина, но именно эта история с Каддафи его очень сильно поразила, впечатлила, об этом говорят и, как сказал Дима, и конспирологи, и в том числе, кстати, пропутинские политологи тоже это отмечают, что очень сильное впечатление на него это оказало. Ну и вот давайте напомним, мы уже успели поговорить с юристом-международником, успели обсудить, какие страны заблокированы для Владимира Путина, но для тех, кто только к нам подключился, в лишний раз хочется подчеркнуть, что римский статут, он признают, в общем, он действует на территории 123 государств и из любопытных, скажем так, стран. Понятно, что для Европы, в Европу Владимир Путин уже точно не поедет, вся Южная Америка, в том числе такие союзники России, как Венесуэла, да, то есть Мадуро к себе Путина уже, вероятно, не пустят, потому что я могу предположить, что дальше могут быть какие-то дальнейшие санкции, если он будет избегать действия этого римского статута. Поэтому, может быть, даже Мадуро, человек просто какой-то с фантастической, идиотической диктатурой, даже он к Владимиру Путина к тебе в гости ждать не будет. Таджикистан, как мы упомянули, а он был там, Владимир Путин, в июне 2022 года, то есть совсем недавно, да. Также для президента закрыты Бразилия и ЮАР, партнеры Москвы по БРИКС, на секундочку, ну а также Афганистан, центрально-африканская республика, Нигерия. В общем, выбор-то небольшой. Да, уже нам безумно нравится зачитывать реакции в нашем эфире, и только бы этим занимались. Но вот наш соратник и коллега Сергей Смирнов уже ожидает, что медиазона будет вести онлайн, традиционно, суда по Владимиру Путину. А другой наш коллега Станислав Кучер метко замечает, что Маргарита Симоньян, она сказала, что хочет посмотреть на страну, которая по решению ГАГи арестует Путина. Минут через 8, там будет подлетное время, эту страну разбомбят ядерные байглоки. Станислав Кучер справедливо замечает, что Маргарита Симоньян как бы не подумала о том, что если будут долбить ядеркой ту страну, где Путин арестован, собственно говоря, и Путина тоже разболбят этой ядеркой. Она, может, не в курсе, но Владимир Путин не бессмертный. В общем, целую страну, если, не дай бог, разбомбят, то и Путин тоже достанется. Вот такие сподвижники Владимира Путина, вот такие друзья, от которых врагов не надо. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и лично Путиным. Продолжение следует...